Помощь армии. В 56-й школе прошла благотворительная ярмарка, на которой дети продавали по привлекательной цене поделки ручной работы. Все вырученные деньги пойдут солдатам, которые сейчас проходят лечение в 411-м госпитале. Заряд положительных эмоций с ярмарки в сюжете Андрея Цыганко. Красивые, яркие, разноцветные, причудливые и сделанные с любовью. На ярмарке школьники представили свои работы. Над многими из них они сидели ночами. И все для того, чтобы помочь бойцам украинской армии. Это делал весь наш класс. Мы забирали все. Некоторые делали сами. Некоторые помогали. Мы очень старались, хотели придумать что-то оригинальное. И это все сделало нас любовью от 8-го. А вот эти цветы из самых разных материалов, включая даже кофе, делала Александра Малышева вместе с мамой. Идеи берем из интернета, что, может, сами какие-то идеи появляются в голове. Что-то переделаем, пытаемся не повторять ни за кем. И получаются вот такие вот вещи. Ярмарка удалась на славу. Как только прозвенел звонок, зал заполонили детки, которые стали раскупать товары один за другим. Настоящие фуроры среди ребят произвели домашние сладости. Все шло на расхват. Школьники уже не первый раз помогают бойцам украинской армии. Ранее они ходили к ним в госпиталь и передавали рисунки, а также денежную помощь и лекарства. Сейчас выставка хендмейда. Продают свои работы для того, чтобы поделиться своим сердцем, поделиться с другими. Потом все эти деньги, которые соберут во время акции, мы передаем в госпиталь номер 411, одесский госпиталь. Это раненым бойцам из АТО. Один из цветков ручной работы подарили седьмому каналу. Благотворного вам сотрудничества с нами. И чтобы вы... Мы всегда рады гостям. Да, приходите. Спасибо. Андрей Цыганко, Алексей Барановский, седьмой канал.